всем привет сегодняшнее видео хочу немножко рассказать о своей работе но я уже рассказывала снимала видео на эту тему сейчас я прохожу тренинг этот тренинг проходит на 5 дней рассчитан 30 часов мне нужно отработать не отработать вернее отучиться сегодня первый день понедельник и вот всю эту неделю я буду проходить тренинг с 9 часов и до пяти вечера 6 часов обучение проходит час у нас перерыв хотела немножко просто рассказать вот мне дали вот такую вот книжку вот такая вот она огромная толстая это книга учебник это вот специальный тренинг который мы сейчас проходим здесь можно вот здесь идет описание различное и тут же мы можем тоже писать специальные такие места отведены отвечать на вопросы различные которые там нам учительница задает или мы что-то читаем потом отвечаем ну очень интересно хочу сказать проходит тренинг мне так в принципе понравилось тренинг на английском языке проходит вот меня там спрашивали про это обучение когда первое видео делала что вот этот тренинг он сейчас только на английском раньше несколько лет назад вот кто учился очень много русских здесь было кто заканчивали вот вот эти курсы и прям образовывали целые классы для русскоговорящих сейчас уже очень мало вот нас 17 человек в классе все американцы настолько двое русских я и мужчина и если допустим у вас язык слабый вот как у меня у меня такой там я примерно процентов 70 понимаю можно приглашать собой переводчика вот со мной утром муж был виктор немножко ну и и так вот мне тоже сосед мой подсказывал так в принципе конечно я так можно сказать все поняла узнала много новых каких-то слов для себя я вообще хотела наверное может быть каждый день буду снимать немножко рассказывать потом объединю это в одно видео ну не знаю как получится вот сейчас немножко есть время в первый день потому что проходит тренинг вот этот и после тренинга вот в пять часов нужно ехать уже клиенту работать еще нужно отрабатывать вот сколько у вас часов да допустим положено там два-три часа вот мне еще сегодня там три часа нужно допустим отработать у клиента так что вот эта неделя она такая вообще вся занятая получается считая с утра и до самого вечера ну немножко хотела вот поделиться о чем там говорят сегодня вот нам рассказывали такую интересную информацию я узнала допустим о том что оказывается наш штат вашингтон это единственный штат в америки которая высокая зарплата кэргиверов вот мне в том видео там кто-то написал что вроде во флориде или в каком-то штате что там очень мало платят вроде 9 или 10 долларов я уже не помню надо мне прочитать комментарии оказывается зависит все от штата вообще штат вашингтон наш он всегда славился различными программами какими-то пособиями поэтому сюда ехала вот самых там 90-х годов очень много иммигрантов особенно русскоговорящих с наших стран и в основном ехали вот вашингтон там калифорния потому что вот вашингтон не много различных программ и самая высокая зарплата начинается от 11 долларов и постепенно она повышается до 15 с половиной долларов это у нас в вашингтоне 50 что ли если я не ошибаюсь он в нашем штате потом такие вот интересные моменты всякие она рассказывала вообще интересно конечно пройти эти классы допустим если вот везешь клиента да и ты превысил скорость допустим я везу своих клиентов и превышу скорость и получаю тикет если допустим я бы сама ехала до превысила скорость получила там 180 долларов то если я везу клиентов штраф будет в три раза дороже такие вот наказания как бы они делают что нужно быть очень внимательным обязательно иметь иншуранс на машину так как в америке кстати вот у нас в спокине очень многие особенно молодежь да и не молодежь многие не имеют иншуранс на машины потому что это дорого и считают что ну если что-то случится там заплатят штраф это нельзя работать на машине без иншуранса потом допустим если вот что-то с клиентом случится да и вовремя допустим не сообщить там ну например например допустим забыл клиенту да забыла я дать там за место одного ну двух раз лекарства допустим я только один раз дала да и это привело к каким-то последствиям что клиент попал в госпиталь потому что недостаточная была доза лекарства то когда это выяснится это все как бы падает вот в данном случае допустим на меня и вплоть до лишения свободы на один год или 5000 долларов штраф вот такие вот у них тут наказания что вот еще я тут себе позаписывала чтобы не позабывать потом допустим вот про готовку едут еды для клиента тоже вот как-то мне запомнилось что не то что мы хотим да мы пришли клиенту и говорим там вот сейчас я буду борщ приготовлю будешь кушать борщ а он горит а я не хочу борщ я хочу гамбургер ну если допустим это американец да но американцы борщи не едят редко кто то соответственно мы должны учитывать культурные вот этим каждого своя культура до своя еда и не то что мы хотим там приготовить клиенту а всегда учитывать его мнение если он хочет гамбургер значит мы должны ему я должна ему приготовить там допустим гамбургер или там его еду какую-то разогреть или что-то приготовить потому что все нужно обязательно договариваться с клиентом нельзя навязываться навязывать свои какие-то там ну допустим как тебе удобно этого здесь делать вообще нельзя потому что можно запросто лишиться работы получить различные какие-нибудь там тикеты штрафы так вот там а еще тоже интересный момент она сказала вот в нашем штате но сейчас вот во многих штатах я точно не знаю каких но в нашем разрешено легально марихуана курить разрешили уже несколько лет вроде года два что ли а легально и допустим если ваш клиент он курит марихуану да то допустим я не могу купить и принести марихуану клиенту так как ему это можно там по разрешению от врача там они покупают это я только могу отвезти клиента туда чтобы в этот специальный магазин чтобы он там купил эту марихуану ну вот такие всякие тонкости она рассказывала как бы тоже этого там я не знала хотя я все эти годы сталкиваюсь постоянно вот с этим как бы многое уже об этом знаю но все равно какие-то вот такие тонкости для меня были новостью насчет религии тоже она говорила допустим что к религии тоже нужно относиться снисходительно клиенту нельзя там навязывать свою религию или там наоборот допустим ну если вот клиент допустим ему нужно сегодня ехать до в церковь и больше ему ничего не нужно ну дать лекарства там и он хочет чтобы его свозили в церковь то ты должен его как бы отвести там обычно служение около двух часов ну и привести назад как бы учитывать нужно эти пожелания клиента ну вот такие вот всякие интересные особенности что я еще хотела сказать ну еще один пункт я в принципе его знала просто мне как бы напомнилось что если допустим у вас есть больной ребенок то за ребенком родитель мать или отец не могут ухаживать до восемнадцати лет и есть другой кэргивер помощник по хозяйству но когда ребенку исполняется 18 лет то вы уже вправе вправе работать по уходу за своим ребенком что тоже очень хорошо не нужно никаких людей каких-то чужих в доме до которые там будут где-то раздражать вашего ребенка но это само собой какой-то чужой человек все равно какие-то проблемы особенно если это да уже такой вот ну подросток 18 лет то в принципе это очень хорошо когда родитель может сам быть со своим ребенком там живет вместе и за это получает зарплату потому что с больными детьми очень очень много проблем очень много так но это вот все что я хотела сегодня сказать наверное что-то слишком длинное видео получилось хотела все дни посоединять ну посмотрим как получится ну вот этим я и хотелось поделиться с вами она все всем пока